привет у нас плюс 2 и до 1 мая по ночам будет ну плюс 4 вот тут даже плюс 5 плюс 6 но днем 10 11 вообще-то конец апреля вот такие дела но вот 1 мая будет днем плюс 12 ночью плюс 5 такие дела ну чё еще новости но ребята в украине война за последние сутки российские войска произвели около 70 обстрелов запорожской области повреждены гражданские объекты обстрелом подверглась и харьковской область что-то говорили насчет наступления 20 или 21 апреля контрнаступление в смысле в ссу ничего нет ничего нет затягивается война так что еще сын пескова подтвердил службу в чувака вагнера и заявил что получил медаль за отвагу за мужеложество комментарий такой же глумливый ублюдок как и папаня да все правильно идея медведева это новости известия идея медведева провести парад победы в берлине напугала власти германии медведев собирается напасть на германию да и власти германии уже испугались страх в германии новости раисе в москве водитель дважды наехал на потерявшую сознание пенсионерку но собственно это не россия это москва это разные вещи а вот интересно посол китая во франции в ответ на вопрос принадлежит ли крым украине ответил что это зависит от личного восприятия что это непросто и дальше он заявил что страны бывшего ссср не облава не обладают эффективным международном праве статусом как суверенное государство то есть вообще ничего не из бывших республик не не является государствами интересно китайцы рассуждают так а это что такое а в бахмуте открыли памятник неизвестному пескову до комментарии очень тоненький скульптор константин эрнст неизвестный очень тоненький юмор ну что тут еще глава мид лавров россия не простит сша не выдачу виз журналистам для работы в совете без безопасности он не простим не забудем не простим ребята очередной день очередная чушь российские военные используют плащи невидимки для ночного боя ага и ступы с метлами вместо с этих истребителей плащи невидимки да и последняя новость ураганной в америке в америке это у нас в америке у стариков началась эпидемия заболеваний передающихся половым путем до среди престарелых граждан чем же тут старики в америке занимаются ну вот так ребята эпидемия ужас научиться не выходить все пока